Всем здорова! Сегодня вас ожидает очень необычный видос, потому что, во-первых, он снят на новую камеру, я надеюсь, что будет офигенный звук, во-вторых, это не влог, и в-третьих, не видос, где я покупаю скейтборды в супермаркете, советские скейтборды, либо же паленую обувь, потому что сегодня вы увидите самые лучшие и сложные трюки, которые я умею. И, кстати, помимо того, что вы их увидите, я вас еще научу их делать. Это очень круто, вы просили обучалки, поэтому сейчас вы увидите сумасшедшие трюки, ну, по крайней мере, для меня они сумасшедшие, и потом я объясню каждый из них. Думаю, это круто. Поехали! Ну, а первый трюк у нас хардфлип. Значит так, ребят, на хардфлип постановка ног вот такая у меня. Я его, конечно, делаю, скорее всего, через прэшер хард, потому что я бью максимально вниз и потом вывожу ногой вперед. Но мне говорят знакомые некоторые, половина из них, что это прэшер хард, хотя я вроде как вывожу. Но, ребят, самое главное то, что я кручу этот трюк под яйцами, потому что раньше, когда я его выучил, я его делал максимально убого, как кинвардфилдфлип, только в обратную сторону. Это выглядело очень фигово. То есть, смотрите, я делал хардфлип вот так, а это выглядело максимально кончено. Поэтому, ребят, смотрите, вот такая стойка на хардфлип. Мы щелкаем вперед, как на фронте шовят, и носочком вот так вот поддеваем, чтобы она немножечко пошла на флип. А потом, ведущей ногой, вы просто выравниваете ее, и она докручивается, и потом лопится вашими ногами. Все просто. Главное не ссать и прыгать вверх, потому что многие при обучении хардфлипа боятся нормально подпрыгнуть, ибо может ударить по одному месту. Следующий трюк – харддаблфлип. Харддаблфлип немножечко посложнее, потому что его нужно очень хорошо выбить, и нужно уметь даблфлип, потому что без него вы харддабл никак не сделаете. Постановка ног у меня вот такая. Челчковой ногой вы должны сделать то же самое, что и при хардфлипе, то есть вот так вот вычеркнуть вперед, а вот ведущей ногой уже посложнее. Вам нужно очень нормально так вытянуть вперед, но настолько, чтобы он не перекрутился на 2,5, либо на 3. То есть смотрите, вот так щелкаете, и максимально сильно бьете, он так прокручивается дважды, и потом вы ставите его. У меня такая просто чипованная, поэтому щелчок не сильный, и хард, понятное дело, крутится не сильно круто. Следующий трюк – ноли-газель-спин. Запомните одно – ноли-газель-спин вам нужно выучить по-любому, потому что вы видели, как он красиво выглядит, и он, в принципе, достаточно легкий. И просто главное – уметь ноли-газель-спин, и просто закрутиться плечами чуть сильнее. Постановка ног на него вот такая, в принципе, как и на ноли-газель-спин. Ничего не меняется. Только вам нужно щелкнуть чуть-чуть резче, и закрутиться на 360 градусов. В этот момент доска под вами прокрутится на 540 градусов, а вы прокрутитесь на 360 и словите. Главное – просто не нурять вперед, либо назад, и тогда у вас все получится. Следующий трюк. Следующий трюк – биг-флип. Для того, чтобы сделать биг-флип, вам, во-первых, нужно уметь 360 флип, желательно контролировать его максимально круто. Во-вторых, нужно уметь бэксейт-флип, бэксейт, и, в принципе, все, больше ничего не надо. Смотрите, постановка ног на него не совсем такая, как на треху. Я бы сказал, как на треху, когда ты гэпаешь. Вот такая вот, почти перед передними болтами. Шелчковая нога, как на обычную треху. Смотрите, когда вы едете, вы должны плечами начинать заворачиваться немножечко в сторону, и потом максимально нормально так щелкать и выводить на трешечку. В итоге у вас она закрутится на биг-флип, вы его ловите и ставите. Все просто, коротко. Не вижу смысла много говорить, потому что... Потому что так надо. Следующий трюк у нас – поп-шевет, лейтфрот за шевет. Его мало кто умеет, он выглядит очень круто. Давайте я вам сейчас его покажу, а потом объясню, как его делать, потому что этот трюк очень уникальный. Поехали. Для того, чтобы выучить этот трюк, вам придется попариться достаточно много времени, потому что он очень неудобный и болезненный. Я выбивал пальцы, когда его учил, потому что доска отбилась прямо по ним, и это было очень неприкольно. Поэтому, ребят, смотрите. Постановка ног на поп-шевет, лейтфрот за шевет, как вы видите, не такая на обычный поп-шевет, потому что нам нужно ноги убрать за доску во время полета, для того, чтобы потом ударить по ней и лейтенуть. Поэтому, ребят, смотрите. Щелкаете, стараетесь сделать поп-шевет максимально высоко, чтобы он был выше немножечко, чем ваши тапки. И когда доска будет на самой высокой точке поп-шевета, вы должны ведущей ногой ударить по передней части доски, а щелочковой – по задней. То есть вот так вот у вас будет на самой высокой точке, и вы вот так возвращаете. Это будет достаточно сложно, но если вы постараетесь, у вас все получится. Обещаю. Многим из вас, наверное, интересно, где же я взял деньги на новую камеру. Так вот, ребят, все просто. Я просто играл в игры. Четыреста. И тысяча четыреста. Тысяча восемьсот рублей уже в кармане. Вот так вот, в принципе, вы можете играть в игры и зарабатывать с этого деньги. Понятное дело, что сначала нужно вложить сумму, но, ребят, очень крутой бонус для вас есть по моей ссылке. Если вы регистрируетесь по моей ссылке на этом сайте, потом вкладываете депозит, то он удваивается. То есть, если вы вкладываете, например, пятьсот рублей, то он удваивается до тысячи. А если тысячу, то до двух. Думаю, суть вы поняли. Потом то, что вы заработали, выводите. Но помните одно. Играйте с головой, и главное – вовремя останавливаться. Потому что, прежде всего, это казино, и здесь можно проиграть. На следующий трюк у меня два варианта. Первый – это треха-дабл флип, но вы его слишком часто видите, поэтому, наверное, он отпадает. А второй – это Найтмэр флип, который вы видели, наверное, года два назад в видосе. Очень давно делал, но этот трюк очень крутой и очень сложный, поэтому сейчас я его сделаю, а потом объясню, как вам его сделать. Во-первых, для Найтмэр флипа вам нужен хороший щелчок, потому что на гавнодосках будет очень сложно это делать. Вот я, например, увидели, как криво сделал, потому что, во-первых, вот, я уже убил деку, буквально за один день катания, новую, обидно. Ну и плюс к этому мне сложно его делать в последнее время, потому что, во-первых, я отстабилил дабл флип и треху дабл. А Найтмэр флип – это что-то между, именно поэтому мне достаточно сложно его делать. Ну, в общем, ребят, смотрите, постановка ног на него. Вот. Ведущая нога на 45 градусов практически перед передними болтами для того, чтобы не перекручиваться. Потому что, если вы поставите ногу на центр, то у вас будет включиться что-то между трехой дабл и Найтмэр флипом. Поэтому, ребят, вот такая вот стойка, щелчковая нога у нас вот так стоит. И мы щелкаем, и максимально жестко пьем вперед на дабл флип. И тогда она у нас крутится на дабл флип, только с верилом, и ставится. Все просто. Конечно, в теории просто, но на практике достаточно сложно. Следующий трюк у нас уже не флотовый, а посложнее, потому что это уже начинается скольжение. Я их в последнее время очень полюбил. И первый у нас No Slide Big Spin Out. Да, конечно, снял я его не здесь, потому что здесь, вы посмотрите на грани, они вообще не скользят. Но я на них вам объясню, как сделать No Slide Big Spin Out. В общем, смотрите, для начала вам нужно очень хорошо делать No Slide. Вы должны его хорошо выживать, и максимально жестко чувствовать. Потому что, если вы не будете чувствовать No Slide, либо же только заходить на него и сразу сходить, то даже не пробуйте No Slide Big Spin Out. В общем, смотрите, вы должны хорошо вжать No Slide, достаточно долго проскользить желательно, и потом в конце щелчковую ногу вы можете немножечко приподнять, а ведущей ногой вы должны просто вытолкнуть доску вот так вот вперед. И тогда она у вас пойдет на 270 градусов. Она у меня, кстати, ни разу не перекручивалась, только была такой, что не докручивалась. И потом просто не боимся и ловим доску двумя ногами, потому что сразу, если честно, страшно, понятное дело. Но потом, когда вы его выучите, вам будет нравиться этот трюк, потому что я его теперь очень сильно люблю. Следующий трюкан у нас снят не здесь, он называется Crooked No Litra Shove It Out. Для того, чтобы сделать этот трюк, вам для начала нужно уметь 0,360 шовет, плюс еще и уметь его с Nozmanual и желательно очень хорошо чувствовать Crooked. Точнее, даже не желательно, а точно хорошо его чувствовать. Вы должны его всегда выжимать, хорошо скользить и не думать о том, что вы его не понимаете, как делать и так далее. В общем, смотрите, ребят, заходим на Crooked, скользим, и когда видим, что грань уже практически заканчивается, так же, как и с Nozmanual выщелкиваем 0,360 шовет. И в итоге он у вас, понятное дело, закрутится и главное не застать его оставить, потому что, честно говоря, тоже страшно сразу его делать. Предпоследний трюк это Nozgrind Pop Shove It Out. Для того, чтобы сделать Nozgrind Pop Out, вам нужно очень хорошо делать Nozgrind. Желательно не просто делать Nozgrind, так как, знаете, многие заходят прямо вот так вот тейлом сжимают грань и потом сходят. Нет, ребят, так не работает. Нужно делать Nozgrind на Nozmanual, потому что, если вы будете вот так скользить, понятное дело, на Шовет у вас ничего не захочет уходить и в итоге вы будете либо падать очень жестко, либо падать очень жестко вдвойне. Поэтому, ребят, оттачиваем Nozgrind на балансе, а потом уже оттачиваем Nozgrind с Noly Shove It. Просто немножечко так выщелкиваем в сторону и он сам полетит на Шовет. Потому что, лично на моей практике, когда я его перекручивал, было очень болезненно. Я падал на спину, доска меня била, плюс еще было очень жестко. Короче, ребят, просто немножечко подеваем на Шовет и тогда у вас все получится. Потому что, если вы будете делать что-то неправильно, а вы будете делать что-то неправильно, когда будете его учить, да, об этом я не подумал. Короче, это скейтбординг. Терпим боль, а потом делаем. Ну и последний трюк, который я недавно выучил, он мне очень сильно понравился, это треха на manual. Для трехи на manual вам, понятное дело, нужно уметь 360 флип. Ну и manual, который отдельно, я, честно говоря, не умею, только с флипа. Поэтому, ребят, смотрите, вы должны делать треху очень хорошо, контролировать ее, чтобы вы, когда делаете треху, могли поставить ноги при приземлении куда угодно, либо сюда, либо сюда. Короче, чтобы вы понимали, я чувствую настолько, что мне треху делать проще, чем улья. Смотрите, мы делаем трешу, а потом просто вземляем ее на manual. Советую вам отзадротить сначала manual с соли на какой-то бровке, потом отзадротить manual с флипа, ну а в конце уже пробовать треху на manual. На рандоме у вас точно получится, а потом, скорее всего, вы еще начнете его контролировать. Ну и на этом все, ребят, видосик заканчивается. Если вы хотите увидеть что-то подобное только уже самыми тупыми трюками на скейте, напишите об этом в комментариях, потому что есть крутая идея. В общем, жду от вас активности, лайки, комментарии, дизлайки, ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok